Это первая большая стройка в гидроэнергетике, которая начиналась в России, не в Советском Союзе. Вот мы, допустим, Буреческую ГЭС, это как бы с Советского Союза началась стройка, в России мы ее уже достраивали. Вот это та стройка, которую мы начали в России и, надеюсь, завершим в 2016 году. В 2010 году, когда мы укладывали первый кубометр бетона в тело плотины, это условный символический старт, начало строительства. На этом мероприятии присутствовал тогда премьер-министр нашего государства Владимир Владимирович Путин, ряд руководителей нашего государства и промышленных компаний передовых. Были подписаны соглашения о том, что начиная с запуска первого агрегата мы начнем реализовать нашу электроэнергию. Таким крупным компаниям, как Роскосмос, для обеспечения энергии НУЖ-космодрома в городе Свободном, Космодрома Восточный. Это Транснефть, организация, которая осуществляет транзит нефти по нефтепроводу Восточная Сибирь-Тихий океан. Компания Мечел, компания Петропавловск, лидер дальневосточной горнодобывающей отрасли. Компания сегодня активно развивает горно-металлургический кластер. И благодаря тому, что как раз сегодня началось строительство Нижнебурейской ГЭС, определено место строительства будущего комбината по выпуску гранулированных металлов. И, конечно же, часть энергии будет транслироваться за пределы нашего государства в Китайскую Народную Республику. Нижнебурейская ГЭС является контррегулирующей станцией Бурейская ГЭС. Там будут установлены 4 агрегата по 80 мегаватт и с годовой выработкой 1 млрд 650 тысяч. В результате такого аномального опаводка 2013 года нам удалось договориться с изготовителем гидравлических турбин, чтобы турбины могли работать на больший диапазон, это до 10 метров. Тем самым при нормальных прогнозах мы могли бы еще дополнительно на Нижнебурейской ГЭС при ее вводе аккумулировать дополнительные емкости. На сегодняшний день из 580 тысяч кубометров бетона уложено уже больше 220 тысяч. Скоро мы приближаемся к середине. На данный момент на стройке задействовано 1400 человек. Дагестанцы, китайцы, русские, узбеки, киргизы. То есть все постсоветское пространство, все представлено здесь. Ее вот можно назвать всесоюзную стройкой. У нас вроде бы как союз распался, а люди остались, правильно? Вот они сейчас все работают у нас на строительстве. Компания «Сириус» одна из самых известных в Китае энергетических компаний. Это лидер в гидротехническом строительстве. То есть это не случайные люди, как обычно это бывает, сформированный отряд, которые привезли на стройку. А эта организация была занята на строительстве самой крупной в мире гидростанции «Три Учеля». То есть у них огромный опыт, огромное понимание. Общаются они через переводчика, потому что ни дагестанцы, ни китайцы друг друга не понимают. Разные языковые группы, руководители у них, низового звена, все их китайские мастера, китайские бригадиры, дагестанские мастера, дагестанские бригадиры. То есть контур общения у них узконаправленный, производственный, он абсолютно замкнут. Поэтому проблем не возникает абсолютно никаких. И в части совместного проживания все очень хорошо и комфортно. Станция стоит 36 миллиардов рублей. Все, что было возможным, доступное для нашего знания, доступное для наших технологий применения здесь, мы, конечно же, применили. С первых дней строительства мы мечтали о том, что проектирование станции будет вести с самыми современными технологиями. И одна из них – это как раз создание пространственной модели станции на периоде ее строительства. В России у нас подобного не делал никто еще. Мы создали свой сервер, на котором у нас сегодня сформирована основа. Это дерево, так называемое, выращено. И проектировщики всех наших подрядных организаций могут участвовать. Кто-то может зайти посмотреть, кто-то может поучаствовать в советах там и так далее. Кто-то может вносить изменения, кто-то вносит свои чертежи. И получается, таким образом, легенда создания проекта. И что бы ни случилось, через 5, 10, 15, 20, 30, 40 лет мы всегда сможем найти источник возникновения того или иного технического решения, того или иного чертежа. Кто принимал решение об изменениях, кто улучшал, кто ухудшал. То есть все находится под тотальным контролем. Станция у нас строится в рекордно короткие сроки, поскольку у нас сегодня 2014 год. Уже уложено практически 40% от всего объема бетона. И на следующий год мы планируем завершить укладку бетона, оставив некоторые технологические элементы. А в 2016 году уже начинаем вводить в эксплуатацию агрегаты. 2017 год – это год завершения строительства. То есть, понимаете, между началом основной фазы работ и вводом станции в эксплуатацию пройдет немногим более 5 лет. У вас за спиной находится ангел, которого подарил нам епископ Лукьян Благовещенский и Тиндинский, который нашу стройку благословил. К сожалению, до сих пор мы еще не сделали постамент, на котором он будет возвышаться. Да, он будет освещать всю стройку, смотреть, как это люди там, китайцы, черкейцы, там все работают.